Здравствуйте, меня зовут Юлия, вы находитесь в моем канале Диагноз Цветонутый. Друзья, я сейчас хотела бы вам показать розы, которые я прививала, прививала 23-24 ноября. Я уже забыла, когда я прививала. Значит, как и обещала, сейчас с вами все рассмотрим. Рассмотрим те сорта, которые у меня привились, которые я уже размотала, они у меня стоят без пленки. Значит, вот, стоит у меня уже без пленочки, они вот в таких у меня пакетиках, и уже вот корневая система здесь пошла-пошла-пошла-пошла-пошла растить. Сорт почему-то я не подписала. Интересно. Почему? Интересно. Вот это казус. Ладно, пусть пока свои в сторонке. Значит, этот терпенький. Так, второй. И тоже не подписанный. Вот мне теперь интересно, почему. Я их вроде подписывала все. Ну и бог с ними. Все равно я их посажу, а потом уже летом увижу, кто это есть. Посажу их рядом. Так. А, все вспомнил, почему я его не подписала, потому что я забыла, кто это есть. Поэтому я и не знаю, кто. А что это за сорта и из кого я его срезала. Поэтому я его не подписала. Значит, вот это вот еще один экземпляр шиповничка, почки, которая у меня привилась. Стоит они у меня уже без обморки, наверное, недели, наверное, точно. И вот эти те, ну, те, 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 как говорится, тот народ, который уже жить будет дальше, и который уже не почернеет, я надеюсь на это. Да, потому что у меня, я их до этого размотала, были почти все зелененькие, а потом хоп, и огромная часть из них почернела. Ну, вот так вот этот вот товарищ, видите? Вот он начинает чернеть, и в конце концов он почернеет весь. Но пока что вот он у меня стоит в общей куче, как почернеет, я его из этой кучи уберу. У всех есть вот уже наросток. Я его уберу и привью на него чуть ниже, либо чуть выше, как получится. Какой-нибудь новый, другой сок. Вот так. Вот это вот тоже почечка. Прям вот уже. Она такая зеленая, красивая. Корешочки здесь вот нарастают. Разрастаются. Вот это вот тоже. Здесь вот корешочки не видно. Почечка зеленая, красивая. Дальше. Вот тоже почка зеленая, чернеть не собирается. Пока что корешочки вот там хорошо уже наросли. Так, это у меня феда-пакет. Это тот сорт розы, который я не подписала, к сожалению, и не забыла, кто это видит. Дальше. О-о-о, вот вы, пожалуйста, вам, вот, пожалуйста. Вот он, черный. А надежда у него была. Ну, бог с ним. Мне очень надо. Так, это вот сорт называется Аметист. Так, вот он мне на пакетике подписан. Тоже зелененький. Так, здесь где почка. Вот она. Тоже это сорт Аметист. Ну, зелененький. Дальше. Дальше. Дальше это у меня сорт называется Минерва. Он у меня уже стоит вообще очень давно. Он уже вот хочет у меня расти. У него здесь вот уже две проснувшиеся почечки появляются из одной почечки. Ну, вот он у меня. Это самый первый роз, который я вообще прививала. Минерва вот эту вот. Потому что у меня... У него прям стебель стали чернеть, чернеть, чернеть. И я его прям по-быстрому решила хоп и привить. Ну, пока что вот их у меня всего две штучки. И вот так вот он выглядит пока. Я надеюсь, что скоро он у меня пойдет нормально будет расти. Вот этот второй пакетик. Это Минерва. Тоже, видите, почка такая проснувшаяся. Вернее, не проснувшаяся, а жирненькая. Она прям вот прям жирнючая. Тоже стоит у меня уже очень давно. Самый первый сорт. Самый первый сорт, который у меня две почки. Было и две почки. Они у меня приживились так вот красиво. Софир, Софир. Тоже вот он у меня, почка зелененькая. Вот я узнакомлю своей. Настривала. Эту простоту. Вот. Сорт называется Аспирин. Видите, почка тоже начинает чернеть. И она не выживет. Поэтому мы ее сразу отставим в сторонку. И на нем привьем новый сорт какой-нибудь розы. Какой еще подумают, нужно по своему огородию пробежаться. Посмотрите, кого там съездить, и кого начинать прививать. Вот этот такой уже черненький, уже в сторонку. Он дальше жить не будет. Так, это тоже у меня Аспирин. Розочка. Здесь вот тоже начинает немножко чернеть. Прямо тут вот. Но я думаю, надеюсь, по крайней мере, на эту, что черноя-то дальше она не полезет. И он у меня будет шить дальше. Так, дальше, дальше, дальше. Что у меня здесь дальше? Дальше что у меня здесь здесь? Дальше у меня здесь потери. Роз называется Нью-Дам. Тоже видите? Он тоже чернеет. Ой, ну и что? Нужно теперь с ним сделать. Почему-то у него даже... А, нет, есть у него здесь вот крышочки. Ладно. Не хочет, не надо. Дальше. Дальше тоже это у меня Нью-Дам. Ну, почечка зелененькая. Вроде чернить нигде не собирается. Пока что. В сторонку. Здесь. Здесь это у меня Мэри Роуз. Мэри Роуз. Как-то тоже не хочет особо сильно. Хочет она у меня отдать душу-богу, так сказать. Тоже хочет вот почернить. Ну. Лучше поздно, чем никогда. Так, смотрите. Вот. Тоже это у меня Мэри Роуз. Розочка. Тоже ей у подружки, у знакомой, вырезала. И это у меня тоже мадемуазель Мэри Роуз. Мне самое главное, что хотя бы одной штучке выжил на самом-то деле. Ой, даст, разрастется. Я их так начикаю, столько размножу. Мэри Роуз. То есть вот это вот все количество, которое я вам сейчас показала, и то количество, которое у меня выжило. Остальные все почернили, я их уже перепривила на другой сорт розы. И этот сорт розы, который я привила уж на эти пакетики, если честно, начал прорастать. Я уже показывала это видео, такое коротенькое, которое начинает прорастать у Роуз. И сейчас я их тоже вам покажу. Я их разматывать сильно не буду, потому что это было всего лишь, грубо говоря, 15 дней назад они были привиты. Ну, вот почему-то они уже начали у меня расти. Сейчас покажу. Ой, ну так, донесла я, я делась уже отсюда. Вот, смотрите. Стеблечки, они потому что у меня стоят в теплее в темном помещении. Видите, товарищ растет. И с каждым днем он становится все больше и больше. Это вот первый прорастающий. Он называется Агюст Ренувар. Дальше. Это не единственный экземпляр, так сказать, который начинает у меня прорастать. Вот почечка. Видите, она уже тоже начинает расти. Я не понимаю, почему. Не знаю, почему всем это связано. Но вот тут у меня хочет расти и прорастает. Здесь вот тоже. Он тоже начинает расти. Может быть, это связано с тем, что я его срезала. Хотя я вот и до этого репряма, да ничего вам показываю, тоже срезала и принесла. То есть может быть, потому что я ее, ну не знаю, почему. Вот он у меня хочет расти и растет. Так, вот это вот это вот, давайте мы с вами посмотрим. Ну, здесь просто зеленая почка. Ха, сейчас мы размотаем. Вообще зеленая она тут или нет, я чуть не пойму. Сейчас я размотаю, я вам быстренько все покажу. В общем, этот друг тоже хочет расти. Видите, почка у него уже наклюнулась и хочет прорасти. Здесь вот я вижу колес есть вот сбоку. Сейчас у него тоже нужно будет замотать таким образом, чтобы эта почечка не была в пленке. Сейчас, секунду, я перемотаю его. В общем, какой-то товарищ такой получается, что хочет уже расти, даже толком не прижившись к шиповнику. Ну, может быть, это даже и к лучшему. А может быть и нет. Время покажет. Так, вот мы его перемотали так, чтобы почка была наружу. На всякий случай. Здесь, значит, почечка тоже хочет вот проснуться, но я не понимаю, почему. Ну вот, снимала-снимала, видео перестало сниматься. Показываю вот этот пакет. В общем, у меня это с Агюстом Ренуаром. Вот эта вот вся куча, это именно он. Почек там очень много просыпалось, которые хотят расти. Почти каждая. Ну, в общем, вот таким вот образом. Все. На этом я сегодня, наверное, закончу. Пойду я заматывать то, что я уже насмотрела там, как говорится, которое предыдущее видео показывало. Ред Теллиан, Реда Довинчи. Пойду таким же образом я их сейчас в пакетики помещу. И пусть у меня стоят они там и растут. Все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Тры-пыры-растопыры. Ну и всякое такое. Всего хорошего. Пока. Пока.